Два материала от Александра Леснянского, они немножко ироничные, я себе позволил только поменять их местами. То есть материал от 6 мая будет вторым, а от 7 мая будет первым, там где летают НЛО. Здесь вы увидите авторские фотографии Александра Леснянского, которые вы больше нигде не увидите, снятые в Испании. Я просто уверен, что альтернативные ученые, которые во всех странных геологических образованиях находят признаки и доказательства деятельности внеземного разума на Земле, будут просто счастливы увидеть эти фотографии из испанского природного парка Барденос Реалис. А еще мало того, здесь целыми стаями летают НЛО. Об НЛО будет во втором материале. Для тех, кому мало времени просмотра фотографий, я, как обычно, даю ссылки в описании под своим видео. И вы можете зайти и ознакомиться более подробно с теми фотографиями, которые вас заинтересовали. Полупрозрачные пластинки – это природный гипс. И здесь можем обратить похожую на полукруговую выработку. Здесь стволовая гора. И переходим ко второй статье. Любителям НЛО на радость. И здесь НЛО, которое снял Александр Леснянский в Испании. На третий день пребывания в Испании мы попали в очень необычное место. Кто-то, несомненно, посчитает странно. Природный парк Барденос Реалис похож на то, как в представлении приверженцев теории катастроф наша Земля выглядела в прошлом или станет выглядеть в будущем. Барденос Реалис – полупустынная местность в испанской провинции Наварра, растительность и скалистые образования которой, созданные эрозией, являются уникальными в Европе. Она охватывает 45500 га поверхности Земли. И его наиболее известной достопримечательностью является Костил-де-Тьера. Выговорил. В 1999 году Барденос Реалис объявили природным парком в связи с большим потоком туристов на протяжении 1990-х годов. 7 ноября 2000 года ЮНЕСКО назвала эту местность биосферным заповедником. Мне, как геологу, конечно, у меня не вызывает вопросов. Понятен генезис этих образований, и даже схема прилагается. Как все это образовывалось. Процессы эрозии можно наблюдать практически в реальном времени. Породы очень мягкие. Это какие-то слабо сцементированные суглинки с пластами более плотных мергелей и гипсовыми прослойками. У подножия останца промыты глубокие дыры в земле типа карстовых промоен. И вот здесь мы их наблюдаем. Но для озабоченных фантазеров, страдающих манией инопланетян и древних космических цивилизаций, это все не доводы. Налицо факты горных выработок, отвалы террикона, тайные знаки. И вообще все не так, как нарисовали ученые и рассказывают власти, и всякие там ЮНЕСКИ, скрывающие тайну от вдумчивых пенсионеров, естественно, испытателей, надомников. А то, что нарисовано на испанской схеме, это для дураков. И все было ровно наоборот, в обратной последовательности. Прилетели инопланетяне и насыпали горы Земли на ровном месте. Вот как. И в самом деле, если в голове много пустого места, и сильно потрясти башкой, то мозги перевернутся, и все станет выглядеть в ином свете. Вот несомненные наглядные примеры насыпных форм в этой безжизненной Земле. Раньше было три таблицы Менделеева, но пришельцы все украли, все высосали, и осталась какая-то глина. А вот космический маяк посылает закодированную светящуюся древнерусскую звезду навигационные лучи пилотам летающих тарелок. Шутки шутками, но на следующий день, когда мы поехали на утреннюю съемку, действительно в небе мы увидели сразу несколько НЛО. Вот и думайте теперь, что хотите. А, кстати говоря, что вы думаете по этому поводу? На этом все. Всего хорошего. Канал Веб-Росказ. До свидания.